Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии этой недели. Как и всегда, с утра мы с вами снова в опойме, чтобы оценить новостной фон, проанализировать фундаментальные события прошлой торговой сессии и посмотреть то, что у нас на повестке с самого ближайшего времени. Напоминаю то, что эта неделя должна стать довольно важной для перспектив многих активов. Я надеюсь, что очень хорошую поддержку получит доллар, потому что в пятницу у нас основной релиз по состоянию американского рынка труда Non-Farm Perils, способный повлиять на перспективы ужесточения монетарной политики в Штатах. Эта тема сейчас для всех финансовых площадках номер один, потому что трейдеры, участники рынка, инвесторы, сторонние наблюдатели, которые просто интересуются тем, что происходит на рынке, знают то, что 15 марта, возможно, нас ожидает заветная дата, когда ФРС снова примет решение о повышении какосочных процентных ставок. Я думаю, что мне не нужно говорить и еще раз повторять особенно внимательным трейдерам, каким последствиям, в принципе, это может привести. И я думаю, что в отношении американца, если, опять же, проводить параллели с ужесточением монетарной политики, здесь не может быть двояких или двусмысленных интерпретаций. Ужесточение монетарной политики – это серьезная поддержка для Бакса, которую он ждет. Ну и мы ожидаем как трейдеры, спекулирующие этим инструментом. О долларе мы поговорим, как и всегда, подробнее. В принципе, мы это делаем каждый день. Сейчас новостная картина нас интересует даже в еще большей степени, потому что мы полномерно приближаемся к этим релизам и, собственно, к самой дате 15 марта, когда будут подведены итоги двухдневного заседания американского регулятора. Ну, начнем мы давайте с нефти. Клосс вчерашнего дня по бренду 55,97, а сейчас актив торгуется, в принципе, на том же самом уровне – 55,96. Новостной фон разделился, в целом есть и локальные позитивные факторы, и есть куда больше по-прежнему тех поводов, которые позволяют нам распродавать нефть. Ну, если уж мы говорим о том, что нефть подросла в рамках второго сессии, нужно, конечно же, говорить про позитивный фон. Во-первых, он связан все с тем же фактом роста геополитической напряженности на Ближнем Востоке. Опять же, присутствующие опасения боестолкновений в Ливии, что может стать причиной блокирования, купирования работы ряда нефтяных портов и, соответственно, скажется на поставках с этих регионов. Да, этот новостной фон сохраняет свою актуальность. Я вам вчера отметил то, что если речь заходит о локальных боестолкновениях, это то, что влияет на настроение, ну, максимум до пяти дней. Мы сейчас уже, в принципе, уже переживаем четвертый, пятый день эффекта этого события. Полагаю то, что внимание к нему будет уже постепенно снижаться, и ближе уже к середине недели, ну, то есть уже завтрашнего дня, мы можем избавиться от, скажем так, оков данного фундамента. Еще один позитивный фон связан с тем, что в Хьюстоне сегодня пройдет встреча генерального секретаря, собственно, ОПЕК Бирканда и министра энергетики России Новака. В частности, будут обсуждать ход исполнения договоренностей России по ограничению производства. В частности, Бирканд уже отметил то, что на повестке обсуждения будет, собственно, статус по ограничению добычи российской стороной, будет мониторинг работы того комитета, который следит за исполнением России этого соглашения. И Бирканд очень интересует вопрос по поводу того, как активно и насколько в последние месяцы, то есть январь-февраль, производство нефти ограничивают и сокращают российские монополисты в соответствии с взятыми на себя обязательствами. Но я сразу хочу сказать то, что, безусловно, это новостной фонд. Мы с вами проанализируем завтра. Если что-то интересное будет, мы об этом поговорим. Я обращаю ваше внимание на цифры. На текущий момент объемы добычи нефти по итогам прошлого месяца в России составляют 11.03, по-моему, если мне не изменяет память. Если я ошибся, прошу прощения, исправлю. Собственно, посмотрю уже после брифинга тогда актуальную цифру. Ну, вроде бы да. 11.03. И это всего лишь на 0,02% меньше, чем объем добычи в прошлом месяце. То есть, как я вам и говорил, Россия не очень-то, скажем, чисто плотно в соблюдении условий сделки ОПЕК и тех договоренностей, которые были собственноручно взяты на себя. Поэтому я, как и раньше, не делаю большую ставку на всю сделку. Считаю то, что она не будет эффективна для рынка углеводородов. Ну, особенно в долгосрочной перспективе. Тот рост, который наблюдался в последнее время, это все-таки надежда на то, что удастся решить проблему перенасыщения. Но, на мой взгляд, эту проблему решить в ближайшее время, в этом году, может быть, даже в следующем, точно не получится. И негативные факторы, помимо Штатов, я не буду повторяться, потому что мы о ней говорили, рост количества объемных терминалов, рост объема добычи и производства. Хочу отметить еще неутешительный прогноз по перспективам китайской экономики. Опять же, монетарные власти Китая прогнозируют то, что в этом году ВВП Поднебесной вырастет всего лишь на 6,5%. Это ниже, чем показатель прошлого года в 6,7%. И если вы помните, на прошлой неделе я обращал ваше внимание, то, что уже подтвержден факт, несколько рисованные статистики по Китаю. Примерно на 25% можно смело накорректировать показатель, потому что уже признана, собственно, вина чиновников отдельных промышленных центров Китая, то, что в целях, опять же, создания условий для протяжения своих карьер, они искусственно завышали показатели регионального, собственно, роста. И Bloomberg посчитал то, что, скажем, по самым скромным подсчетам, ориентируясь, опять же, на Bloomberg, статистика приукрашена на 20%, то есть, можете одну пятую отнять от этого показателя в 6,7%, получится уже ниже 5%. Вот это более оправданная цифра, поэтому мы с вами в негативном ключе и дальше продолжаем смотреть на китайскую экономику. И почему Китай выступает сейчас негативным фактором? Потому что это один из основных регионов потребителей сырья и замедление экономики Китая – это то, что может создать риски для спроса на сырьевые товары. Поэтому нефть у нас будет теперь под давлением не только штатов, но и слабых ожиданий по перспективам роста глобальной экономики из-за слабости Китая. И уверен в том, что также на нефть будет оказывать давление еще и бакс, который продолжает предвкушать ужесточение монетарной политики. Сегодня, точнее в переходе с авторинка на среду в 0.30 по Москве отчет американского института нефти, ждем прироста запасов и ждем появления рынка еще одного стимула для распродаж. Рубль 58.22. До тех пор, пока мы не увидим бренд ниже 55 долларов за баррель, пока придется подождать с отметкой 60 рублей против американца. Ну, будем ждать. Евро против доллара. В пятницу мы видели, как американская валюта очень неплохо выросла, в целом прибавила против своего основного конкурента, но в рамках вчерашней торговой сессии снова попала в ряды аутсайдера. Основной идеей для распродаж евро – это интерес к доллару в связи со скорым заседанием американского регулятора и перспективным ужесточением монетарной политики. Вероятность того, что это случится 15 марта, уже превышает 85%. Это по данным пючестного контракта FedWatch. Очень сильно меняется вероятность. Опять же, поддерживают ее и сразу подстегивают хорошие статистики. Вчера, кстати, по штатам ушли производственные заказы. Чуть хуже прогнозов, но все равно 1,2 – это прекрасное значение, которое указывает на сохранение тенденции роста промышленного сектора. Поэтому, думаю, что если ДП завтра не подведет этот предварительный отчет частного агентства по приросту новых рабочих мест вместе с хозяйственного сектора, вероятность того, что ставку повысит, составит уже 90%. И это должно повлиять на поведение доллара. Помимо того, что трейдеры ждут все-таки повышения процентной ставки, был еще один фактор давления на евро. Это уже тема политического характера, связанная со скорыми выборами во Франции. Один из кандидатов, Ален Жупе, который рассматривался в качестве одного из основных на замену Франсуа Фиона, если тот был бы вынужден покинуть, собственно, президентскую гонку, сообщил о том, что делать этого не будет. Потому что считает, что нет вообще никаких шансов, чтобы объединить все политические силы во Франции. Особенно из-за тех кадровых перестановок, которые произошли в партии центристов. Поэтому он идею того, что может стать преемником, собственно, Франсуа Фиона, не поддержал. Это рынок расстроило. Но, собственно, сам Франсуа Фион, несмотря даже на, собственно, факты инициированного расследования, из-за скандала, пока выбывать из гонки преследований, скажем, за Амарию Липен, не собирается и является, остается кандидатом на пост президента Франции. Конечно же, на евро повлияла не сама политическая тема, а изменение, опять же, доходности национальных бумаг. Вчера очень сильный вырос спред доходности между французскими облигациями и немецкими, что и привело к локальному давлению на бакс. Евро предвкушает, собственно, серьезный фундамент. На четверг заседание Европейского Центрального Банка и пересмотр параметров денежно-кредитной политики. Пока отмечу то, что оснований для изменений нету, точнее, 100% ключевые параметры ДКП останутся на прежнем уровне. Нас интересует пресс-конференция и то, что скажет Драги по поводу перспектив роста базовой инфляции, ну и экономических стимулов на перспективы до конца этого года. Полагаю, что этот фундамент тоже можно будет расценивать в качестве негативного фактора для евро, но уж точно, по крайней мере, не о поддержке, потому что Драги уже говорил, что не собирается поддерживать идею выхода из программы КИ, даже несмотря на то, что в пользу этого очень настаивает Бундесбанк. Фунт против доллара. 1,22 поддержка держится, значит, сохраняется наше расположение в рынке и преследование более высоких ценовых значений. 1,25 – это цель. Собственно, пока мы не оказались ниже планки 1,22, не собираюсь отказываться от возможности получить и каккосрочный профит на росте. Прежде всего, я жду давления на пару евро в фунт, потому что считаю, что без фундаментальной поддержки именно снижение евро против фунта может стать тем самым обстоятельством, которое нивелирует вот эти медвежие, каккосрочные ожидания. Доллар и иена, как уже отметил, производственные заказы – еще один сильный релиз, который повысил шансы на повышение процентной ставки. Я думаю, что если бы вчера не было факторов роста геополитической напряженности, даже если вспомнить в качестве информационного фона пуска нескольких баллистических ракет на восточном побережье Северной Кореи, что, в принципе, стало фактором неопределенности роста напряженности и повысился спрос на защитные инструменты, доллар бы вчера подрос. Но этот фундамент сдержал укрепление американской валюты. Сегодня этот фон уже не актуален, поэтому нам остается только ждать следующих релизов по штатам. Важный – это уже ADP завтрашний, и ждать поддержки, которая должна все-таки привести к еще большему росту, потому что мы не успокоимся, как трейдеры, как спекулянты, пока не увидим поддержку 115, точнее, сопротивление, ставшее уже в перспективе поддержкой 115 иен против доллара. Новозеландец находится под давлением. Сегодня пройдет молочный аукцион. Я вот сейчас смотрел буквально по экономическому календарю, когда нам стоит ожидать. Это поздним вечером. Точного времени пока нет, но если вас интересует эта тема, вы, пожалуйста, внутри дня посмотрите. Скорее всего, это также в переходе со вторника на среду. Уже есть очень слабое ожидание того, что цены могут просесть процентов на 5,7, что непременно должно привести к ослаблению новозеландца. Сейчас котировки по НЗД, USD у нас 0,70,09. Нам нужно закрепление ниже поддержки 0,70. Я полагаю, что сегодня мы это и увидим. Австралийцы торгуются на отметке 0,7627. Буквально несколько часов назад Резервный банк Австралии опубликовала решение по ставке. Она сохранена на прежнем уровне 1,5%. Из-за заявлений, опять же, и сопутствующих комментариев следует, то, что обменный курс по-прежнему очень высок. В принципе, как мы это и ожидали. Все те макроэкономические признаки слабости, они еще раз были обозначены монетарными властями. Австралийцы пока не отреагировали слабость. Но то же самое мы наблюдали буквально две недели назад. Поэтому я допускаю то, что мы сейчас должны поработать с отложенным эффектом реакции оправданной. Поэтому не торопитесь сейчас покупать австралийца. Я думаю, что под конец дня мы увидим его гораздо ниже текущих значений. И еще хотел отметить USDCAD, который торгуется на уровне 1,3384. У нас сохраняется прежний взгляд и ожидание того, что пара идет выше. Цель 1,35 сохраняет свою актуальность. Я надеюсь, что сегодня нефть просядет и станет еще одним фактором поддержки для этой идеи. Американский фондовый рынок находится на по-прежнему очень высоких значениях. 2,374 пункта. Наша цель 2,450. И золото снижается. 1,225-1,54. Оказались мы ниже поддержкой 1,230. Следующий уровень 1,200 долларов за тройскую унсу. Думаю, что также очень скоро достигнем этого значения. Из важных событий сегодняшнего дня. В 13.00 данные по ВВП Еврозоны. Исходя из последнего релиза по роничным продажам, есть ожидание более скромного значения, чем прогнозируют аналитики. Я советую, опять же, не распыляться на позитив по факту выхода этих данных. Завтра мы подведем итоги. Но, может быть, даже в преддверии такого насыщенного фона по Штатам и в преддверии и ожидания заседания Европейского Центрального Банка статистика по ВВП может трейдерами быть и проигнорирована. В целом, по евро, как я уже отметил, сохраняется негативный настрой. От этой идеи не отказываемся. Молочный аукцион ближе к вечеру в Новозеландии в 0,030. Отчет Американского института нефти по запасам. Ждем роста и давления на котировки черного золота. Собственно, на этом все. Если есть вопросы, как всегда, канал на YouTube и Форма Маркет с вашим полным распоряжением. Не забывайте подписываться на канал и оставлять ваши лайки. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.